Глубоко уважаемые коллеги, я хочу выразить большую благодарность организаторам конференции выступить сейчас здесь в этот день памяти Михаила Гершановича, потому что он был оппонентом на моей докторской диссертации. Это человек, с которым нас связывали большие человеческие отношения, и я счастлива, что этот день хотя бы раз в год будет посвящен его памяти. У меня сегодня очень интересная ситуация. Я пытаюсь рассказать невозможное, поскольку прогресс в терапии немелкоклеточного рака легкого колоссален. Буквально два года изменили подходы к терапии этого заболевания. Актуальность для всех совершенно очевидна. Ежегодно регистрируется более миллиона больных раком легкого, в России 52 тысячи человек, смертность велика, и почти 80% составляют пациентов с немелкоклеточным раком легкого. На сегодняшний день для нас характерен персонализированный подход к терапии именно этой патологии. Для нас чрезвычайно важным являются морфология опухоли, но и молекулярно-генетические нарушения, которые принципиально определяют терапию пациента на первой линии. В случае, если есть мутации GFR, мы назначаем ингибиторы теразинкиназы. Если транслокация ЛК, то кризотениб. В случае, если драйверных мутаций нет, то химиотерапия первой линии. Ни для кого не секрет сейчас, и это доказано в настоящее время, что назначение ингибиторов теразинкиназы у пациентов с драйверными мутациями, GFR-мутациями в первой линии имеют преимущество относительно химиотерапии. Это доказано для препаратов ингибиторов теразинкиназы как первого, так и второго поколения. Очень интересной опцией, на мой взгляд, является появление интерколляционных режимов. Первые в настоящее время три исследования, которые демонстрируют эти подходы новые. Это назначение эрлотенибов в комбинации с химиотерапией в первой линии химиотерапии. Мы видим, что продолжительность жизни до прогрессирования и общая выживаемость нарастают. Исследование второй фазы с препаратом гифетениб и Рессой, которые также при интерколляционном назначении демонстрируют увеличение двухлетней выживаемости. Таким образом, мы видим, что эта опция, не являющаяся в настоящее время стандартом, демонстрирует очень высокую эффективность. Для понимания нам важно знать, что частота основных мутаций GFR при мелкоклеточном раке легкого различна. И чаще всего имеют место быть мутации в 19-м их зоне. Очень интересный поданализ, который продемонстрировал, что эффективность терапии ингибиторами тирозинкиназы зависит также и от типа мутаций. В красном выделено два исследования, LUXLANG3 и LUXLANG6, которые наиболее красноречиво демонстрируют мысли о том, что пациенты с драйверной мутацией ДИЛЕЦИИ-19 показывают большую продолжительность жизни при использовании ингибиторов тирозинкиназы по сравнению с теми пациентами, которые имеют мутации в 21-м их зоне. Это как раз те слайды, которые демонстрируют преимущество афотениба у пациентов с ДИЛЕЦИИ в 19-м их зоне и преимущественное увеличение общей выживаемости. Вы видите, что по сравнению с самым лучшим режимом, используемым при аденокарциноме, это пиметриксец с цисплатином, назначение афотениба дает преимущество в более чем в 12 месяцев, в год жизни. Тактика при прогрессировании на фоне ингибиторов тирозинкиназы – это та тема, которая занимает медицинских онкологов в настоящее время. Да, мы поднакопили материал, у нас достаточно большой пул пациентов, получающих ингибиторов тирозинкиназы, и нужно как-то с этим бороться. К счастью, подходы зависят от того, каковы варианты прогрессирования. В настоящее время есть классификация, которая позволяет нам адаптироваться и понять, какую тактику лечения предпринять. В случае, если речь идет о олигопрогрессии, то есть наличие единичного нового метастатического очага, речь идет о продолжении терапии ингибиторами тирозинкиназы. В случае системной прогрессии, когда мы имеем множественные поражения, есть несколько опций – это комбинации ингибиторов тирозинкиназы с химиотерапией, предложить пациенту новые ингибиторы тирозинкиназы третьего поколения, либо речь может идти о комбинации таргетных препаратов. Об этом я скажу чуть позже. И отдельные опции – это поражение головного мозга. В случае, если речь идет о локальном поражении головного мозга, мы придерживаемся тактики продолжения терапии ингибиторами тирозинкиназы и прибавляем локальные методы лечения. Мне бы хотелось акцентировать ваше внимание на том, что тактика при прогрессии на фоне ингибиторов тирозинкиназы принципиально отличается от той тактики, которую мы, как химиотерапевты, используем при прогрессировании на цитостатической терапии. Великолепный слайд, который я позаимствовала у Тони Мока, это тот факт, что критерии резист, которые мы с вами используем для понимания, есть прогрессия или нет, здесь бессильны. Когда речь идет об увеличении размеров очагов на 3 мм, по критериям резист мы получаем прогрессию, но по факту это не прогрессия. И в этой ситуации речь о прекращении назначения ингибиторов тирозинкиназы – это очень серьезный вопрос. Подтвержу свою мысль следующим фактом. У 23% пациентов, которые длительно получали ингибиторы тирозинкиназы более 6 месяцев, наблюдается так называемый феномен вспышки. Что это такое? Это ситуация, когда после резкой отмены препарата в течение 8 дней уже у пациента наблюдается очень быстро и бурное прогрессирование. Поэтому справедливости ради надо сказать, что в той ситуации, если вы принимаете решение об отмене или назначении ингибиторов тирозинкиназы, вы должны предложить пациенту сразу же следующую опцию терапии, поскольку промедление к смерти ведет пациента. Чрезвычайно важной проблемой является развитие резистентности к ингибиторам тирозинкиназы и, как вы видите, достаточно большое количество механизмов. Но преимущественным механизмом в 65% случаев является появление мутации Т790М. Какие же шаги могут предпринять лекарственные терапевты для того, чтобы преодолеть резистентность к ингибиторам тирозинкиназы? Безусловно, это возврат к опции цитостатической терапии, это совместное назначение химиотерапии и ингибиторов тирозинкиназы, предложить новые генерации ингибиторов тирозинкиназы, либо перейти на другой вариант терапии. Мы с вами находимся на подходе трех новых препаратов. Действительно, через три года у нас на рынке появятся новые препараты ингибиторы тирозинкиназы третьего поколения. Исходно, когда эти препараты синтезировались, ставилось несколько задач. Препараты должны были быть активны относительно обеих мутаций. Наиболее частые мутации Т790М и ИГФР. С чем эти препараты и прекрасно справились. Кроме того, при их огромной активности относительно пациентов, имеющих исходную резистентность, либо тех пациентов, у которых эта резистентность развилась в процессе терапии, данные препараты обладают очень невысоким спектром токсичности. Как вы видите, токсичность третьей и четвертой степени выраженности встречается крайне редко. Это два позитивных момента в пользу тех препаратов, которые нас с вами ожидают. АЛК-позитивный немелкоклеточный рак легкого. Для нас с вами года три назад было настоящей революцией появление, выделение, во-первых, этой подгруппы, которая составляет 4,7% от общего круга, и появление препарата кризотениба, который проявил себя как высокоактивный препарат при АЛК-позитивном немелкоклеточном раке легкого. Исследование профайл-7 продемонстрировало, что частота ответа кризотениба после химиотерапии составляет 65%, а профайл-14 продемонстрировало, что все-таки при АЛК-позитивном немелкоклеточном раке легкого лучше препарат назначать в первой линии. Что же делать, если у пациента развилась резистентность к препаратам первой линии? Опции возврата к химиотерапии, которые для нас с вами наиболее реальны, демонстрируют очень низкую эффективность, она составляет приблизительно 1,5-2 месяца. К счастью, появились препараты другого поколения, препарат церетениб, от которого мы еще с вами услышим, поскольку исследования продолжаются. Он демонстрирует, как вы видите, у предлеченных пациентов эффективность 55%, а те пациенты, которые не получали кривый кризотениб в первой линии, демонстрируют эффективность препарата в 66% случаев. Справедливости ради надо сказать, что этот препарат имеет в 20 раз больше сродство к рецептору, нежели чем препарат кризотениб. Я просто вам хочу показать, какие клинические исследования в настоящее время идут, поскольку мы понимаем, что драйверных мутаций достаточно много. Это те исследования, которые идут относительно мутаций выявленных, а это те исследования, которые продолжаются для плоскоотлеточного, не мелкоотлеточного рака легкого, поскольку всю предыдущую часть выступления была посвящена аденокарциному. Весьма интересный подход – комбинация двух таргетных препаратов. Речь идет о комбинации бевоцезумаба и эрлотениба. Малые молекулы и моноклонального антитела. Данный подход демонстрирует высокую эффективность, но исследования продолжаются. Иммунотерапия. Это необъятное. АСКО 2015 года – это ренессанс иммунотерапии, но позволю остановиться на нескольких важных точках, поскольку все-таки первой опцией для иммунологически активных препаратов – это была опция меланомы. Препараты Пелимумаб, который великолепно показал себя при лечении меланомы, демонстрируют отличную активность, особенно при назначении в фазовом режиме у пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Пембролизумаб – это гиммунизированное высокоафинное антитело, тоже продемонстрировавшее активность на многих моделях солидных опухолей, демонстрирует потрясающую активность при немелкоклеточном раке легкого. И, к счастью, у этой терапии есть предиктивный маркер PD-L1. И активность препарата целиком и полностью коррелируется с экспрессией этого маркера в опухолевой ткани. Еще один препарат, который появится, я думаю, в ближайшие три года – это неволумаб. Это тоже PD-L1 активный препарат, у него тоже есть предиктивный маркер. Вы видите, что двухлетняя выживаемость у пациентов, значительно предлеченных, тех пациентов, которые получили не менее 3-4 линий химиотерапии, при назначении неволумаба возрастает двухлетняя выживаемость до 24%, а трехлетняя – до 18%. Еще один ингибитор PD-L1, на подходе у него пока нет названия, но те эффекты, которые препарат демонстрирует, схожи с теми эффектами, которые демонстрирует неволумаб. Еще один, я заканчиваю, интересный подход – это работа с VGFR-2 рецепторами. Крайне интересное исследование Ревель – это комбинации стандартного подхода у пациентов, значительно предлеченных, когда мы назначаем доцитоксил в монорежиме, второй рукав – это доцитоксил и рамуцирумаб. Рамуцирумаб – это моноклональное антитело, которое себя хорошо проявило в терапии рака желудка, например. И та эффективность, которая демонстрируется, она очень интересна. Я думаю, в ближайшие два года мы получим более значимый результат и поймем, насколько препарат отработал. И то в этом же ключе второе исследование с препаратом недетониб. Это препарат, который был зарегистрирован для терапии фиброза легких. В настоящее время он себя прекрасно демонстрирует, являясь малой молекулой в терапии в комбинации с доцитоксилом. Что дальше, покажет время. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.